Всего было принято 24 закона, 13 из них были подготовлены по инициативе губернатора Вологодской области. Но я хотел бы сегодня остановиться на одном законе, который, я думаю, будет интересен очень большому количеству вологжан. Речь идет о внесении изменений в закон об установлении порядка и нормативов заготовки древесины для собственных нужд гражданами, жителями Вологодской области. Ежегодно 25 тысяч человек в среднем получают возможность заготовить древесину для собственных нужд, и процесс этот вызывает большой ажиотаж. Как правило, это происходит сразу после Нового года, скапливаются в наших лесничествах большие очереди, и люди в порядке живой очереди пытаются получить разрешение на заготовку древесины. Но не все могут получить это разрешение, хотя в Вологодской области один из самых высоких показателей по предоставлению древесины для собственных нужд гражданам, порядка миллиона кубов древесины ежегодно. Но ее, тем не менее, не хватает, и около трех тысяч ежегодно человек остаются неудовлетворенными. На следующий год им приходится повторять эту процедуру снова. Сегодня мы после достаточно долгих дебатов, после обсуждения многократного вопроса, в том числе с депутатами Законодательного собрания, меняем этот порядок. Мы устанавливаем единую очередь, которая позволит гражданам подать заявление на получение древесины для ее заготовки для собственных нужд, и по мере того, как очередь будет двигаться и появится возможность заготовить эту древесину, граждане это разрешение будут получать. Причем подать это заявление можно будет не только в первые дни января, как это сейчас, а в течение, если для строительства до сентября месяца, а если для других хозяйств, ну что в течение всего года. Это призвано убрать этот ажиотаж вокруг процесса получения разрешения на заготовку древесины, убрать злоупотребление в этой сфере, поскольку не секрет, что зачастую при выдаче разрешений появляются перекупщики, которые эти разрешения собирают и уже заготавливают древесину для своих нужд, а не для наших граждан. Кроме того, этот процесс становится прозрачным, все эти списки будут находиться на сайте департамента лесного комплекса, и любой желающий может в сети интернет посмотреть статус его заявки, его очереди, и когда он может рассчитывать на получение соответствующей древесины. Этот закон, который сегодня депутаты одобрили и приняли, он поможет навести порядок в этом важном для многих вологжан вопросе.